Предлагаю, Аскер Заде поняла, что все, пора, надо деда останавливать Какие-то важные вопросы про войну, а еще про что-нибудь, как он любит Владимир Владимирович, говорят, будет налог на скот Так он уже есть, разве люди не понимают, что они скот и их шкурят Это налог на скот Это правда, спрашивают из Ростовской области На самом деле, даже не все знают, что, в принципе, может быть такой налог на скот Как же, все знают Налог на быдло, он называется, налог на быдло Все налоги, которые Путин собирает, это налоги на быдло Быдло, это значит скот, да, с западнославянского, если перевести Аскер Заде, на рогатый скот И на рогатый, в том числе, и на безрогий Да, на рогатый скот сейчас освободили Я так понимаю, сельхозпроизводители Еще в догонку один вопрос Задает Музабеков Израил Магомедович Живет в Ангушетии Занимается селекционным овцеводством Просит помочь с арендой земли И пишет, хоть самый непригодный Хоть какой-нибудь То есть, для этого, чтобы человек в Ангушетии Мог на своей земле скот выпасать Да, для выпаса нужен Путин Где он живет? В Ангушетии нас ранее Хорошо, что касается оказания помощи Я обязательно поговорю с руководителем республики Я представляю, как Слышь, там у тебя чувак скот собирается пасти Ты там ему какую-то непригодную землю-то дай Тот говорит, да, конечно Раз уж вы попросили, Владимир Владимирович То дадим чуваку, который будет пасти овец Землю в Ангушетии Они там, что ли, все сразу Вместе с этими за дэ Без за дэ и без головы Просто жесть какая-то Я думал, что мне это снится Честное слово Такого так не бывает И вот он Там на Северном Кавказе Земля стоит дорого Это действительно ценность Но поскольку человек Ну и так И чушь полнейший Путин Про селекционное овцеводство Вот прям надо как Ленин об этом Путин о селекционном овцеводстве Это очень важно Это то, что мы в последнее время Обращаем все больше и больше внимания Это касается семян Это касается стада Это чрезвычайно важная работа Мы делаем только первые шаги по этому направлению Вот мы по курице решили проблему По куриному мясу Но не все знают, что мы яйцо завозим в основном Нет, это серьезное дело Для того, чтобы курицу растить Это он решил По курице он решил проблему Да все куриные эти фермы Они были еще до Путина Да, этот вопрос еще коммунисты начали решать Птицепромы организовывать Они работают просто Их сейчас растащили Да, по углам И теперь работают какие-нибудь Вот как Михайловскую птицфабрику Бывший сенатор В то время сенатор Валек Завадников купил за 114 или за 117 миллионов рублей Можете себе представить Фабрику огромную, которой миллиард стоит доллар Он купил за 114 миллионов рублей Тогда это было 3 миллиона долларов Там хохочется И она действовала Она работала Она в месяц больше прибыль приносила В месяц Можете себе представить В тот момент, когда он покупал Она в месяц приносила больше прибыль Просто из Кремля Позвонили Аятску Сказали Завадникову продать Потом Завадникову позвонили И сказали У тебя Уже через несколько лет У тебя есть акции Рауя с Россией Он сказал Да Ну приди сюда Он пришел туда На 500 миллионов Пожалуйста Акции продай Долларов только уже Берлускони Да Вот о чем были речи Так что мы это все знаем Жуть Надо налог на голову ввести Для тех, кто распространяет такие слухи Нет никакого налога на скот У нас никто вводить не собирается Ну Путин Как же не собирается Налог на скот Есть Еще раз объяснять Налог на быдло Которое Путин шкурит И введут налог на все Если свиней всех уничтожили Потому что чума якобы свиней Просто надо Саши вору Ткачеву Нужно продавать Своих свиней Своих свинофер Поэтому у людей изымают И уничтожают Мы все это прекрасно знаем Так Вот Ростовская область Село Челтырь Видимо какое-то небольшое Путин Я надеюсь, что меня услышат Не только в Ростовской области Но и в других регионах Зады А главное, что в Минфине услышали Путин Нет-нет-нет Поверьте мне Нет ничего Никто не планирует Это просто слухи Да Ну и как с пенсионной реформой Ростовская область Прямо Нет-нет-нет-нет Субтитры создавал DimaTorzok